Дорогие зрители, приветствуем вас на нашем канале. Поделитесь своим мнением в комментариях по этому поводу, поставьте лайк, поддержите и подпишитесь на канал. На артистку подали иск, по которому требуют с нее огромные суммы. Обязательства достались Жасмин в наследство от папы, которого не стало летом прошлого года. Мужчина выступал залогодателем в займе. В августе прошлого года отец Жасмин, известный балетмейстер и почетный гражданин Дербент и Лев Монахимов, умер от осложнений от коронавируса. Мужчину привезли на лечение в Москву, но даже лучшие столичные врачи оказались бессильны. Артистка тяжело переживала потерю и до сих пор не до конца оправилась от горя. Недавно же звезду ждал новый удар, ей пришла повестка в суд. Оказалось, что при жизни папа-певица стал залогодателем в крупном займе. И теперь банк требует 300 миллионов рублей не у самого заемщика, который, судя по всему, отказывается или не в состоянии платить. А у наследников Льва Яковлевича, дочери Сары, известной как певица Жасмин, и ее брата Анатолия. Сумма иска составляет 300 миллионов рублей, рассказали Стархиту в пресс-службе Мещанского районного суда. Между банком и заемщиком, некой гражданкой Натальей Бертовой, был заключен кредитный договор. В качестве обеспечения исполнения обязательств, также был составлен договор залога недвижимости. При подготовке иска в суд установлено, что лицо, на которого возложены обязательства отвечать перед банком за исполнение заемщиком условий по договору. Умер Лев Монахимов. Требование истца, которым выступает нефтепромбанк, обратить взыскание на заложенное имущество, принадлежащее умершему путем реализации на публичных торгах. Ответчиками выступают дети покойного. Представители Жасмин в курсе ситуации, однако, пока не знают всех деталей, так как не успели ознакомиться с материалами дела. Предварительная с... К слову, артистка недавно вернулась из Израиля, где навещала близких родственников, в Москву. Многие стали критиковать певицу за несвоевременный отъезд из России, поэтому она объяснила интересующимся. В Израиле находится могила моего папы, который покинул нас совсем недавно, и я пока еще чувствую необходимость почаще его там навещать. В Израиле, как вы все знаете, у меня горячо любимая бабушка, тетя, двоюродные братья и сестры, племянники, друзья. Ни для кого не секрет, что мы с детьми очень любим проводить в Израиле часть отпуска и бываем в этой стране несколько раз в год во время школьных каникул. Спасибо за просмотр. Поделитесь своим мнением в комментариях, поставьте лайк и подпишитесь на канал.